Международный видеомост Мы вас слушаем! Мы вас слушаем! Я хочу сказать, что книгу Нелли Карибской «871 день» можно назвать исповедью выживания и становления человека в нечеловеческих условиях. Она ничего не скрывает, ничего не предукрашивает. Пишет про армады вражеских самолетов над городом, про бомбежки и пожары, про то, как умирали от голода и холода люди. Но город не сдавался. И позднее немецкий историк Йорк Гансен Мюллер в своей работе «Блокада Ленинграда в немецком сознании» назовет это сопротивление жителей умирающего города фантастическим. Песня «Блокада Ленинград» Песня «Блокада Ленинград» Песня «Блокада Ленинград» Песня «Блокада Ленинград» Дорогие друзья, уважаемые организаторы сегодняшнего замечательного мероприятия, мы сегодня отмечаем очень важную, очень памятную дату 70-летия полного снятия «Блокада Ленинграда». Очень приятно, что в этом зале, наряду с людьми старшего поколения, присутствует наша замечательная молодежь, наше будущее, в котором продолжать работать, строить и творить наше будущее в этом быстро меняющемся и взаимозависимом мире. Глубокая благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия, потому что это мероприятие мы рассматриваем как событие, которое служит сохранению исторической памяти русского народа, нашей памяти, связанной с подвигом наших предков. Я надеюсь, что сегодняшний день будет очередной век сохранения группиц о тех событиях, которые были связаны с блокадой Ленинграда, связанной опять же с подвигом нашего народа. Еще раз вам большое спасибо. Российская истонская ассоциация делов культуры была создана по инициативе Сергея Васильевича Машина, который тогда представлял собой фонд «Соезд поколений», и меня, который представлял собой одной из издательских организаций «Истоки». Они у нас попросили выпустить них, дальше оказалось, что много точек соприкосновения, дальше оказалось, что мы оба неравнодушно относимся к тому языку, на котором говорим, который, на мой взгляд, становится все хуже на той земле, на которой мы живем. И захотелось, чтобы, прежде всего, проще сюда приезжали люди, актеры, музыканты, писатели, не фабсари, а для того, чтобы люди слышали дональность воскресенье. Ну, это одна из, один из пунктов нашей деятельности, да, в принципе, дали много дар. Я в Таллине первый раз, я была очень благодарна Российско-эстонской ассоциации «Диалог культур», когда мне предложили принять участие в работе ассоциации. Дело в том, что какое-то время назад моя мама была почетным гостем конкурса романса Изабеллы Юрьевой. И она всегда говорила мне, ты должна обязательно побывать в этом удивительном городе. И вот так сложились пути, что я здесь сегодня действительно оказалась благодаря блокадной книге, благодаря тому, что это была моя седьмая презентация. Книга переведена на семь языков. И вот, собственно, все эти презентации, всех этих изданий я вела в разных городах мира. Она настолько меня наполняет уже, что очень мне близка. Поэтому сегодня мне было очень приятно видеть, что люди неравнодушны к этой тени, что люди понимают в душе, что такое блокада. И, конечно, ни один нормальный человек не хочет повторения тех страшных времен. А значит, просто мы должны быть добрее, жить в любви, как заповедовал Господь. И дай Бог всем здоровья. И пусть это никогда не повторится. И я очень благодарна сопредседателям Российско-Эстонской ассоциации «Диалог культур» Сергею Васильевичу Машину и Борису Валясному, что они меня пригласили работать в ассоциации. С вами была актриса Московского театра «Живая сцена» под управлением Григория Васильевича Гладкова, Юлия Рудакова. До новых встреч! Продолжение следует...